Вы знаете, однажды, я не помню уже в каком году, но это был, нет, вот именно опыт этот, это был 2009 год, когда мы в 2010 году провели лагерное собрание, вот, оздоровительные заезды, и встал вопрос, чем же заниматься дальше, как полностью посвятить себя на полное служение Господу. Вы знаете, и интересный момент, я прочитал книгу «Литературный евангелизм», я давно планировал, Господь давно побуждал заняться литературным евангелизмом, продажей книг, но, знаете, был такой страх, наверное, литературным евангелизмом можно заниматься не серьезно, а как в дополнение к чему-то, по выходным дням, или в какой-то определенный день, когда у тебя есть что-то, и ты в дополнение занимаешься продажей книг. Но, вы знаете, я прочитал книгу «Литературный евангелизм», и я прочитал, то есть, и там Господь говорит, что если вы будете заниматься литературным евангелизмом, то все необходимое у вас будет. Вы знаете, меня так поразила вот эта мысль, и я так верую, за нее хватился, потому что до этого я делился опытом, что я думал, что только пастор может на пасторское служение, это может быть отделенный человек. И, вы знаете, Господь повел заниматься именно литературным евангелизмом, пошел с продажей книг. Вы знаете, если бы я прозанимался неделю бы, вот первую неделю бы занимался литературным евангелизмом, если бы я не прочитал книгу «Литературный евангелизм», я бы разочаровался и ушел. Но Дух Пророчества говорит о том, чтобы вы не разочаровывались, не смотрели на первые пять-семь выходов, потому что они могут быть разочаровывающими. Вы знаете, я схватился просто по обетованию, что не смотреть на первые выходы, они могут быть минусные, где-то какое-то разочарование, и враг человеческой души будет делать все, чтобы лишь бы мы этим не занимались. Ну, удивительным образом продолжал этим заниматься, и я около трех месяцев занимался постоянно тем, что ходил, продавал книги в разные организации, в больнице. Это удивительные, чудесные опыты. И в конце, вот, когда занимался, я садился, просчитывал, делал калькуляцию. И... микрофон поставить. Когда делал калькуляции, я увидел, что ни в одном месяце моя зарплата от продажи книг и прибыль не была ниже пастырской зарплаты. То есть Господь вел, и Он опять уверил, что со мной все возможно. Вы знаете, следующий момент. Однажды я отучился на программе, в Заугской духовной академии проходила программа «Обратная сторона жизни». Пастыр, который разработал со своей супругой программу, они ее представили, мы ее приобрели как церковь, и эта программа благополучно пролежала, наверное, года два на полке, полилась. Потом я про нее вспомнил, думаю, Господь вот побуждал пойти вот с этой программой. В программе включаются темы табако-курения, алкоголь, наркотики, ранние половые отношения, влияние рок-музыки негативное. И вот знаете, такое побуждение, может ли вот этот проект стать предприятием на самообеспечение, потому что, по-моему, в Ростовской области Горборчук Андрей занимается этим постоянно и делает это платно. Вот, на платной основе в школах, и меня так вдохновил этот опыт, я решил проверить еще один проект, который может быть проектом на самообеспечение. Можно ли заниматься вот этим, чтобы, понимаете, помните, да, цель, работа, чтобы стало служением, а служение работает. Вот, и вы знаете, удивительным образом, я прочитал, вот, взял эту программу, которая называется «Обратная сторона жизни», и таким чудесным образом Господь повел, передо мной оказалась одна школа, и я просто вот с этой программы в руках захожу. До этого я молился, я говорю, Господь, если ты хочешь, чтобы я проводил эту программу, то, пожалуйста, благослови. И я захожу, и там директор. Я говорю, здравствуйте, я вот человек, который неравнодушен просто сегодня к молодежи, хотелось бы проводить вот эту программу. Вот, программа вообще проводится платно, но я готов провести ее первый раз бесплатно. Вот, когда ты говоришь, что программа проводится платно, директора успокаиваются. Потому что, когда, то есть, ты приходишь и говоришь, что бесплатно, то есть, вопрос подозрения, то есть, понимаете, да, зачем, ну, они же мыслят, то есть, вот, поэтому я с директором поговорил, вот, она говорит, ну, вы знаете, мы два дня назад на планерке, на педсовете думали, кто проведет у нас такую программу, и мы не нашли ответы. И тут, говорит, сегодня вы ко мне приходите и говорите, что можно провести у вас программу. Она говорит, это не случайность? Она мне говорит, это не случайность? Я говорю, нет, это не случайность. И так произошло, что она дала мне целый класс. С этим классом я поработал неделю. Вот я говорю, я хотел бы, чтобы эта программа проходила платно, потому что как благотворительность, если родители могут, то я буду рад. Если не смогут, я проведу и бесплатно. Они говорят, мы на цирке собираем, на театре собираем. Неужели на такую программу мы не соберем? И в этой школе мы провели, когда в первом классе провели, из 27 человек я говорю, ребята, поднимите, пожалуйста, руку тех, кто принял решение в своей жизни больше не употреблять никогда никотина и алкоголя. 24 человека из 26 подняли руку. Я к директору прихожу, я говорю, вот такие результаты, даже если хотя бы треть останется верна своему слову. Первый класс, это какой класс? А, первый, это 11 класс, с 7 по 11 класс, с 7 по 11 класс проводят программу. Хорошо, то есть первый класс, это был мой первый класс, это был 9 класс. Вы поняли, на всякий случай. Спасибо, спасибо, Виталий. Вот, я говорю, даже если хотя бы треть останется верна своему слову, директор мне говорит, даже если хотя бы один человек останется в своем слову, эту программу нужно проводить. Я начал проводить эту программу в этой школе, во всех классах мы провели. Дальше я пошел в другие школы, и вот уже 3 года подряд я занимаюсь, основная моя деятельность заключается тем, что я хожу по школам, по институтам, по техникам, работаю. А как пульт у нас включить? А как частное лицо работаешь или как? Сейчас расскажу. Вы знаете, когда я первый раз приходил, я пришел просто человек с улицы, у меня не было ничего. Потом я узнал, что есть организация, сегодня в нашей стране эта организация, она называется Лига Здоровой Нации, вот они дают сегодня добро, зеленый свет всем тем, кто хочет работать. Они дают удостоверение, вы заполняете анкету, и Лига Здоровой Нации это ведущая организация нашей страны. У нее есть официальный сайт, и когда ты приходишь и говоришь, что я от организации Лига Здоровой Нации, они говорят, без проблем. Но, вы знаете, я даже не пользуюсь вот этим удостоверением, потому что в основном срабатывает, ты первый раз пошел в школу, ты провел там семинары, они дают тебе благодарность. И когда ты заходишь в другую школу и говоришь, я провел эту программу в той школе, не надо удостоверения, не звонят директору школы, был такой, был, проводил, проводил как. Очень хорошая программа, рекомендую школьники. То есть вот это срабатывает больше. И вот на протяжении трех лет я занимаюсь этим постоянно, каждый день. В основном школы, институты, техникумы, большие аудитории, актовые залы. И так интересно, что Господь ведет и проводит чудесным опытом. Хотя первые разы не получалось, много было интересных опытов, не буду о них рассказывать, среди директоров, учителей. Недавно проводил среди 85 молодых врачей. Если будет надо боком, потом вставишь, когда библия будет нужна. Ага, хорошо. И так же я занимаюсь тем, что в свободное время провожу программы для желающих брать скурить. Это пятидневная программа, тоже удивительным образом я ее начал с того, что мой сосед с претенцентом занимается, я говорю, я хожу по школам, провожу программу. Он говорит, небо провел для желающих бросить курить. Вот я говорю, хорошо, не проблема, давайте проведем. Я говорю, ну эта программа платная, без проблем. Вот я говорю, и они собрались, несколько человек, по подъезду прошли, пришли, знаете, пришло три человека на первую программу, мы трех человек собрали на дому, используя простые, здесь, наверное, нет этих фотографий, ну хорошо, на этой мы фотографии останем и остановимся. Вот, и эту программу мы проводили на Кавказе, уже в многих общинах общины приглашают, я провожу пятидневные программы для желающих бросить курить. И пришло на первую программу три человека, и вы знаете, удивительным образом мы провели эту программу, и из трех человек один человек только бросил курить. Это первое. Я так разочаровался, я так расстроился, думаю, ну хотя бы два бросил, один не бросил, было бы лучше. Я так расстроился, разочаровался, но руки не опустились, Господь говорит, продолжай заниматься этой деятельностью. Я начал продолжать заниматься этой деятельностью, это была программа в апреле, но в 31 декабря в конце этого года этот парень, один, который единственным бросил, он мне позвонил, полдвенадцатого, вот, поздравил меня с Новым годом, и говорит, слушай, я хочу поблагодарить, мне так нравится быть в свободном от курения, не травиться, я до сих пор не закурил. И еще, по этой программе я помог бросить курить своим девяти друзьям. Вот, а этот аспект программы, один из аспектов, это доверие Богу. Кстати, программа «Обратная сторона жизни». В каждой теме, табак, курение, алкоголь, наркотики, есть слова «Так говорит Библия», «Так говорит Господь», «Так говорит Библия». Вот, поэтому эта программа является еще и евангелизационными. Но вы знаете, очень важно, перед тем, как мы будем делиться опытами на рабочем месте, очень важно замечать те маленькие благословения, которые есть у нас каждый день. Вы знаете, интересно, что иногда мы готовимся к каким-то проектам, и мы заняты каким-то важным делом. Допустим, вот часто замечаю, что, допустим, мы занимаемся постройкой санатория. Для чего нужен санаторий? Для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы они узнавали Христа. И вот часто, что в процессе между стройкой к тебе обращаются какие-то люди, у них есть нужда, а ты отодвигаешь их в сторону, потому что ты занят важным делом. А потом ты тормозишь себя и говоришь, стоп, стоп, стоп. У тебя приходит сейчас человек, у него есть конкретная нужда, и ты ему отказываешь, потому что тебе нужно построить санаторий, чтобы помогать людям. Вот у тебя сейчас есть конкретная нужда. Остановись. И вы знаете, таким удивительным образом Господь посылает многих людей, чтобы мы могли благовестовать в простые моменты нашей жизни. Вот, каждый из вас встречается с разными людьми. Я хочу также поделиться одним из опытов, как Господь благословил меня проповедовать очень близок мне транспортный евангелизм. Знаете, я вот иногда часто, когда ездят в каких-нибудь автобусах или в маршрутках, знаете, я понимаю, сидят люди, они такие угрюмые, у них есть возможность сейчас сидеть, и они готовы слушать. Как я был рад, я думаю, ну не станешь же просто, вот, знаете, смелости не хватало. Люди, я вам сейчас расскажу о Христе. Я был очень рад, когда я ехал в одну из маршруток, и мне одна сестра позвонила и задала мне духовные вопросы. Как я был рад ей отвечать, рассказывать о Христе, потому что я понимаю, рассказываю ей, я слушаю себя маршрутка. Вот, и я ей рассказал весь план спасения, поддержал ее. Вот, а буду, как же, думаю, рассказывать о Христе людям, когда они готовы слушать. Я понял, что автовокзалы, вот, вокзалы, поезда, это та нише, где люди не бегут, они готовы слушать. И я однажды набрался смелости, поехал в Тулу на автобусе, там была встреча, как раз одна из встреч, АСИ, это была вторая встреча, но я взял с собой газеты, и я был так вдохновлен, я раздал на вокзале всем газеты, я раздал всем в автобусе газеты, и они читали. Я настолько вдохновился, я думал, все, теперь я буду рассказывать и проповедовать людям на вокзалах, и в автобусах, и в электричках. Друзья, до этого у меня был большой страх, я очень, знаете, такой сатанинский страх, раздавать газеты, рассказывать близким, знакомым, особенно в той среде, я 10 лет занимался спортом, я переживал, как подумают обо мне спортсмены, знаете, вот, скажем, ну точно с какой-то литературкой ходят, точно стал сектантом, ну знаете, такой страх, страх какой-то, знаете, какой-то неловкость такая, ненавязчивый страх, да, ненавязчивый, но ты переживаешь, как я тебе даже, может, подумать, не зараблять. Потому что желание хорошо выглядеть. Желание хорошо выглядеть, наверное, это эгоизм, или не до конца ты себя не распял, но я поймал себя однажды на мысли, чтобы были люди, которых я стеснялся, то есть, допустим, мои тренера, там, как они обо мне, какое мнение у них будет, но в один год у одного тренера, которого тоже мнение было для меня важно, его поразил рак, и он умер. Другой тренер, который был вроде бы успешный, у него что-то там не получилось с женой, он взял и застрелился, покончил жизнь свою. Пять человек сегодня, моих одноклассников, мне 34 года, пять одноклассников моих нет в живых, причина алкоголя. И я подумал, имею ли я право сегодня стесняться? Я не успеваю. Людям о Христе, однажды я узнал, что в моем подъезде живет человек больной раком, и я его встречал, а он был все время веселый такой. Я думал, как ему рассказать о Христе? Если бы ладно, он сказал, Серега, у меня такие проблемы, беда, я бы ему рассказал, а он вроде бы был все время довольный. Я думал, я ему расскажу, я к нему приду, но однажды, когда я сидел и читал духовные размышления, пришли в дверь и собирали деньги на его похороны. Я понял, что я опять не успел. Мы сегодня не успеваем. И я был вдохновлен той победой с ванцалами, знаете. И однажды, в следующий раз я поехал опять в эту же Тулу, и я пришел на вокзал, и у меня страх, стеснение, я не могу. 15 минут, Дух Святой, как раз время для того, чтобы раздать газеты, люди готовы читать, и ничего. Я не раздал газеты. Я сел в этот автобус. Раздай, хорошая возможность люди читать. Нет, нет, у меня дела, у меня презентацию нужно подготовить. Я не рассказал. И я еду на половину пути, ломается автобус. И он стоит, 5 минут стоит, 10 минут. А я с этой презентацией, с этим ноутбуком, я понимаю, что я тот Иона, который сейчас вот на этом корабле. Есть конкретная весть. Я минут 15 посопротивлялся, прошел, прошел. Нет, они же не знали, что я Иона. Я не признался. Вот, да. И я пошел, раздал всем газеты, помолился, и мы поехали дальше. Вы знаете, еще один расскажу опыт о таком личном благовестии. Мы поехали в Пермь, в Малаково, на лагерное собрание. Вот, и я подумал, что было бы хорошо взять с собой опять газеты. Дорога дальняя. И за две недели я взял билет, чтобы по ходу, знаете, ехать. И утром я проснулся позже. Я понял, что я не готов сегодня благовествовать в первом вагоне, вот в поезде. Вот когда седу, Москва-Пермь. Вот там дорога длинная, там буду раздал все газеты. И я захожу в вагон и понимаю, что у меня место против хода. А я специально хотел по ходу. Я говорю, надо же, против хода место. За две недели женщины двигают. Так, пожалуйста, можете на наши места садиться. Я был так тронут, что они вот уступили это место. Я сел. Они же меня сделали доброе дело, а мне же надо их поблагодарить. А у меня с собой там 300 газет. Вот, и я взял одну газету, я говорю, женщина, спасибо большое, вот вам газеты. Одной соседке ее дал. И сел, думаю, я сейчас отосплюсь, отдохну. А смотрю, они читают. 15 минут читают. 20 минут читают. 30 минут читают. Смотрю, они читают. Весь вагон-то не читают. Вот. Ну и я думаю, хорошо. Я пошел, раздал по всему вагонам. Ну, процентов 60-70 читали. Вот. Еще по следующим вагонам прошел. Вы знаете, а был страх. Был страх, как вас примут, как это, я не готов. В общем, дух служения настолько захватил, что когда через три часа я встретил человека на Казанском вокзале, я настолько проникся вот его нуждой, я раздавал там газеты. Вот. Когда он мне сказал о своей нужде, что он недавно ушел от жены, потому что она его выгнала. У него такие, он не знает, куда идти. Он думает, что Бог его не любит. Вы знаете, и Господь так побудил преклониться с ним в центре Казанского вокзала и помолиться. И когда я с ним помолился, на центре Казанского вокзала пришла мысль. Сережа, ты три часа назад боялся дать женщине газетку, стеснялся. Как она о тебе подумает? Но сейчас ты совершенно вот Господь захватил, и ты стоял в центре Казанского вокзала, молился преклоненной молитвой с этим человеком, и не важно, как подумают о тебе люди. Вы знаете, вот сегодня Господь касается нас. Что мы с этим, вот этим голосом делаем? Я понимаю, что у меня сегодня, опять я сяду в этот момент, опять будет вот этот страх. Этот страх и борьба, она будет всегда, потому что сегодня сатана есть, и он не дремлет. Перед тем, как знаете, я хотел бы, чтобы каждый из вас поделился, поделился, как вы проповедуете на своем рабочем месте, как вы рассказываете людям о Христе, какие у вас есть опыты. Я хотел бы рассказать один, не самый лучший опыт в моей жизни, но он мне открыл серьезные глаза. Вы знаете, в этом году после богослужения мы должны были посетить одну сестру. И сразу после богослужения мы поехали к ней в больницу. Эту историю можно было рассказать вот так, вот следующим образом. Мы поехали в больницу, нам встретился человек, он был неряшливо одетый, он не мог добраться до дома. Я начал с ним беседовать, рассказал ему о том, что Христос его любит. Он начал плакать, он настолько проникся этой любовью. Вот, когда я предложил, он попросил, чтобы его довезли до дома, я заказал ему, вызвал такси, отправил его домой, он меня настолько благодарил. Вот, вот такой вот, знаете, вот такая вот благодать и Евангелие совершилась, я рассказал человеку о Христе. Но как дело выглядело на самом деле? Вы знаете, так было всегда в моей жизни, когда я встречал людей, людей, и я им что-то покупал, кефир, булочки, как-то им, как что-то им делал. Но когда я пришел к этой сестре в больницу, я встретил человека, который был некрасивый, он был неряшливый, он был уже возраст за 60, он где-то падал, он был уже трезвый, вот, не спившийся, ну, какой-то вот такой человек, на которого... И я немного расстроился, что я его встретил. Вот, потому что он, во-первых, меня оторвал от моего времени, во-вторых, это было после богослужения, мы еще не покушали. И я ему начал рассказывать о любви Христа. Вы знаете, и он настолько проникся этой любовью, он говорит, почему ты это делаешь? Я говорю, потому что Христос тебя любит. Он начал плакать. Он говорит, правда? Правда. И он захотел меня обнять. А у него были слюни, его щека была разбита, а на мне была новая рубашка персикового цвета, которую я только одел. Я понимал, что если он меня сейчас обнимет, моя вся рубашка новая, будет в слюнях и в крови. И он меня обнимал, когда я говорил ему о любви Христа, он пытался меня обнять, я его так вот обнимал, но я его обнимал, вот так вот придерживал, чтобы он не прикоснулся к моей рубашке. Потом я ему снова, к Духу Святой мне говорит, ты отвези его домой, в свою машину, посади его, отвези его домой, ты увидишь, где он живет, у тебя будет возможность его посещать. Но я не захотел его посадить в свою машину. Когда я ему рассказывал о любви Христа, он захотел меня снова обнять. И я снова не дал ему это сделать, потому что на мне была новая рубашка. Мне было просто достать 150 рублей, заказать такси, и чтобы его отвезли, и совесть моя чиста, понимаете? И я ему помог. И когда он уехал, я зашел в эту больницу, я сел на эти сидения, на эти кресла, знаете, я заплакал. Я заплакал, потому что Христос отдал за меня свою жизнь. Христос отдал за меня все, что у него есть. А я пожалел в своей рубашке. Понимаете? Человек, который увидел Христа и попытался его принять. С одной стороны, это меня очень сильно расстроило. Я говорю, Господи, вот оно мое христианство. С одной стороны, знаете, иногда просто проводить программы, какие-то школьные программы, где тебе все аплодируют, где тебя все приветствуют. Но я честно, я не готов участвовать сегодня в служении. Вот вчера брат делился, да? Когда ты берешь на постоянное место жительства себе людей, и ты их ведешь. Иисус сказал, если любите меня, тогда посидите агнцев моих. Вы знаете, Господь меня утешил тем, что... Говорит, Сережа, я рад, что ты это увидел. Но в протяжении 10 лет ты просто покупал булочки, кефир, кого надо отправлял на такси, по домам, и ты даже об этом ни разу не задумался. Просто я откупался от людей для того, чтобы моя совесть была спокойна. Я это сделал не потому, чтобы сделать ему приятно, а я же христианин, а как я потом буду жить? А как я буду жить с этим палачом? Иногда, может быть, мы его знаете, жертвуем на проекты, может быть, сегодня кто-то будет жертвовать на проекты. Для чего? Для того, чтобы совесть не обличала, да? Иисус, когда однажды призвал, встретился с Петром, который его предал, 21 глава, да? Он ему три раза задает вопрос, какой? Любишь ли ты меня? Это единственная мотивация. когда мы делаем что-то из любви к Иисусу. Поэтому делая что-то, будем помнить, что Иисус нас любит. И вопрос, любим ли мы Его? Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из вас, у кого есть возможность, вы поделились опытом, как вы свидетельствуете на своих рабочих местах. Какие у вас есть опыты? Да, первая рука, и сразу выходим. У меня целая машина была литературных евангелистов и в одно село. И я чувствую, что мы едем, и все напряженные, и как-то тяжело идти. Я спрашиваю, в чем дело? Они говорят, так вчера были в этом селе, все закрывают двери, никому ничего не надо, и мы едем, и опять ожидаем того же. И вот в этот момент, как вот Сережа говорит, сегодня утром, когда с кем разговариваетесь, молитвенно, находитесь в присутствии Божьем. И Бог посылает такую интересную мысль. Я говорю, вы знаете, вот сегодня наша задача вот в этом селе найти одного человека, одну душу. Не все село обратить, а найти одну душу. Есть этот человек здесь. И вот сказал эту мысль, высадились. Вечером, когда мы вновь все встретились, смотрю, лица такие счастливые, радостные. Говорю, в чем дело? Они говорят, знаешь, вот подходим к дому, там позвонили, постучали, идет человек, мы вглядываемся и думаем, наверное, вот это, это вот именно тот один. Он подходит, говорит, чего надо? Они говорят, да вот мы, он так, идите отсюда. И они говорят, мы не огорчались, а мы понимали, значит, это не он. И говорят, и мы шли, пока не найдем одного того. И говорят, и за этот день мы не одного нашли, а многих нашли. И говорят, теперь вот этот принцип помогает нам искать одного. и вот сегодня, когда мы здесь сидим и размышляем, ведь скоро разъедемся, наша задача найти одного. Когда мы хотим спасти весь мир, мы можем ни одного не спасти, но спасая одного, мы можем спасти мир. И второй случай, который был вот буквально недавно, когда к нам в кабинет пришел очень богатый человек. И делая ему процедуры, я в этот момент там в подсознании своем думал, сейчас благодаря вот этой процедуре многие вопросы в жизни решатся. и гараж утеплиться, и другое, и третье. И в этот момент я вдруг почувствовал, насколько мне тяжело стало работать в кабинете. Я даже не могу в глаза ему смотреть, мне трудно. И я спрашиваю Господи, что происходит? И Господь говорит, запомни, он пришел сюда, потому что он нуждается. ты ему давай то, в чем он нуждается, а не смотри на него, что взять. И когда я понял вот этот принцип, мне стало так легко. Когда я понял, что лежит сейчас человек со всеми связями и возможностями, и он пришел, Бог его привел, потому что он нуждается. И когда я так начал делать процедуры, все остальные дни, это были самые счастливые дни в жизни моей и его. И этот принцип защищает сегодня от многого, ну, негативного, что ли. И такое полное благословение приходит. Я очень хорошо вас понимаю, потому что проработала книжным евангелистом 6 лет. Вот, результаты прекрасные. 6 людей покрестилось до сегодняшнего дня в церкви. Но я проработала не в России, а в Словакии. Бывшие чехословаки, то есть сейчас это Чехия и Словакия. И у меня был такой опыт. Я знакома была со мной женщиной. Я пришла к ней на работу. Она знала, что я адвентистка, что я верю в Бога. Я там принесла ей книжки. И она была хозяйка фирмы, и напротив сидел ее муж. Но он слышал, что я там с ней разговариваю о чем-то таком, пришел и говорит, вот ты тут разговариваешь с какой-то, с кем-то, а у нас вот человека нет на сервис. Они занимались разработкой, реализацией лифтов. Лифтов, лифтов? Как правильно. А он говорит, а у нас на сервис человека нет. Ну, она смотрит на меня и говорит, вот, я ее привела, вот она будет у нас работать. Я вот открыла, говорю, ну все, надо спасать ее. Я говорю, ну не знаю, что я вам сейчас скажу. А он, да. Ну, пожалуйста, проходите в кабинет, давайте поговорим. Вот представляете, вот его кабинет, это где-то метров 20. Я иду и говорю, боже, ну я сейчас не знаю, что я буду говорить ему. Приходим, он говорит, ну, какое ваше образование? Я говорю, ну, вот инженер-технолог. Хорошо. А что умеете делать? Я говорю, ну ничего, ребята, с лифтами вообще ничего не понимаю. А он, ну, на компьютере умеете? да нет, не очень. Он, ну машину водить умеете? Я говорю, да нет, не очень. А он, а что тогда умеете? Я говорю, ну, например, организовать могу, хорошо. Вот и отлично. Какое у вас, какое хотите зарплату? Я говорю, ну, вот такое-то он. Ну, ну хорошо, завтра приходите на работу. Представляете? Это только начало, потому что она была католичка, и она меня очень любила слушать, когда я говорю о Боге. Она говорит, Лен, давай так договоримся. Вот придет заказчик, чтобы никто не знал, я кричу, Лена, заказчик, чтобы муж слышал, что пришел рабочий человек по работе. Он заходит к тебе в кабинет, я закрываю дверь за тобой, и ты ему рассказываешь о Боге сколько надо. А я никого туда не пускаю. Представляете? Сидите, работаете нормально. Вдруг кричит, хозяйка фирмы, да, кричит, Лена, заказчик, приходит совсем чужой человек, которого вы никогда не видели, не знаете, он ходится напротив вас, и говорит, ну, рассказывайте о Христе. Представляете? И вот и вы рассказываете о Христе. Потом они узнали, что я вегетарианка, я 23 года вегетарианка. Они говорят, Лен, ну, это как-то мы тебе не очень верим, что ты ешь непонятное. Вот, не могла бы ты нам вот научить нас? Я говорю, ну, научить, я не знаю, как вас учить. Говорим, а вот давайте я вам поготовлю. Ну, как поготовлю? Ну, за деньги. Прямо на обед готовить. Вот, ваши все семьи, у них была семейная фирма, вот шесть человек было, я говорю, давайте вот так два месяца я вам буду обед готовить. Они говорят, ну, давай. Представляете, вот я приду с работы и начинаю готовить для своей семьи, для них, для всех. утром приезжают за мной на машине, все это со мной берут, и вот так два месяца они ели вегетарианскую пищу. Сказали, слушай, это здорово. В общем, это очень понравилось. И хозяйка фирмы каждый год, я проработала там у них два года, на все праздники покупала все наши книги и своим подзаказчикам, которые обычные люди, у которых вот лифты, она им эти книжки дарила. Представляете? Вот. Слава Богу. Даже не представляю. Я когда буду, у меня будет время 15 минут, я еще кое-что расскажу. Хорошо? Мы строили санаторий, и в основном, когда его строили, покупали все на одной очень крупной оптовой фирме. Там была скидка, у нас порядка там до 25 процентов. А скидку брали мы на Сашу Федорова. Если помните, приезжал парень, у меня обклеенный спринтер за здоровый образ жизни. И вот мы с ним мечтали, как же директору этой фирмы засвидетельствовать. Я постоянно говорю, Саша, ему надо подарить гликую борьбу, ему надо подарить. А уже на складе ребята носят футболки за здоровый образ жизни. Как не привозишь, они постоянно заказывают еще. Какой-то контакт вроде бы есть. Постоянно спрашиваю, Саша, ну что ты подарил? Он говорит, да нет, пока не подарил. И я несколько раз пытался к нему так. А он такой недоступный, такая большая, дорогущая машина, такой серьезный. Сидел человек, такой сухой, высокий. Ну и я за него молился, как-то хотел, чтобы Бог помог преодолеть этот страх. Ну и в итоге молюсь я за него, с женой мы молились, думали, как это. Я уже думал, может, жену постараться. А с женой мне страшно. И тут начинается вот эти, ну, неспокойная обстановка в Донецке. И мы не прекращаем как бы ремонт, утепляемся к зиме и так далее. И я звоню на эту фирму, они говорят, материалы закончились, нету поставок, все эти события, никто не может к нам заехать. А ко мне проходила рассылка с другой фирмы, уже недавно начала проходить рассылка о том, что тоже оптовая там цена на гипсокартон, клея, вот это сухие всякие смеси. Ну, я с ними созвонился, думаю, сейчас приеду. Оно, оказывается, еще и быстрее. На ту фирму мы ехали через весь город, а на эту ближе, прям при въезде в Донецк. Заезжали туда, они говорят, ну, по телефону говорят, вы откуда? Я говорю, ну, мы брали на ту фирму. Говорят, ну, приезжайте к нам, поговорим, может, ну, как-то там. Приезжаю туда, захожу, они меня расспросили, что там, какие, как объемы. Я говорю, ну, вот такая скидка была, ну, зайдите к директору. Захожу я к директору, сидит этот директор той фирмы из бухгалтера. Я говорю, о, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, а у тебя откуда? Я говорю, мы же на той фирме директор-морабаторе. И он начинает мне рассказать, слушай, представляешь, зять меня кинул, фирму забрал. Говорит, машины, ну, что смог, машины себе взял, у него вся фирма там осталась, сейчас вот сюда переехали. Ну, и вот он начал так со мной, как почему-то делиться, так начал откровенничать. Я так с ним посочувствовал, потом выхожу, думаю, как же ему, что ему рассказать. вспоминаю, что это, журнал есть у правителя, и вспоминаю, что он сидел. Я, говорю, в машину, беру журнал, прихожу, стучусь к нему, а у него совещание. Говорю, можно вас наоборот? Только выходит, что ли. Я говорю, я знаю, вы сидели, он такой, да, сидел. Я говорю, знаете, у меня есть друг, он три раза сидел, и вот в этом журнале есть его как бы жизненный опыт о том, как превратить неудачи в победу. Я говорю, у вас сейчас такая ситуация, в которой вы переживаете, но поверьте мне, что у вас самое лучшее впереди. Он настолько засиял, обрадовался, такой, все, заезжай. То есть, знаете, вроде бы боялся, и Бог такой был милостив, ко мне, что этот недоступный такой человек, как-то он чуть-чуть подсел, уже стал более доступным, и так Господь помог этому человеку подавить, чтобы он прочитал. У меня опыт старый, но я о нем узнала только на позапрошлой неделе, поэтому он свежий. Он случился, когда я работала еще в старом предприятии, «Свадебная легенда», была там редактором, к нам в город приезжал человек, он учредитель консалтинговой компании, они проводят, ну вот собирают руководители фирмы и налаживают у них отделы продаж в очень серьезных фирмах в Москве, и по всей России он постоянно едет, у него на полгода вперед расписано почти каждый день. И мы познакомились на одном из таких бизнес, как это уже называется, тренинги, и как-то немножко пообщались, и после тренинга мы продолжили общение, и я могла ему рассказать о том, что я верующая, он как бы о бизнесе спрашивал, и в общем получилось так, посвидетельствовать ему. Потом мы еще раз увиделись, и я подарила ему книгу, знаете, есть такая большая, красивая книга «Цветная деяния апостолов», называется «Добрая весть для каждого», такая, ну на подарочный вариант. И он очень все слушал, для него это было удивительно, вообще другой образ жизни. Хотя я на тот момент и не вела там супер какой-то образ жизни, но все равно это был контраст по отношению с тем, что он знал. И вы знаете, а, и он в итоге мне сказал, подарил ему эту книгу, «Лена, вот это все так мне интересно, это духовно, я очень, ну, мне интересно». Ну, ты знаешь, я буддист, я буддист, и как бы мне вот Будды нравятся его вот эти все мировоззрения, и вот так. Ну, думаю, ладно. Молилась за него, и вы знаете, есть такая программка, молитвенный дневник на Айфоне, я что-то ее недавно просматривала, все свои программки, думаю, надо там на печати опять писать список. И его внесла в этот список, у меня даже дата осталась, через неделю после того, как я внесла его в этот молитвенный список, мне получают сообщение на Фейсбуке, он мне пишет, «Лена, ты знаешь, я стала христианином». Я говорю, «Как это вообще случилось?» Он говорит, «Я осознал, что Христос сделал для меня». Конечно, Будда говорит, «Хороший парень, но он такого не сделал для меня». Представляете, какое чудо! Уже прошло, наверное, года три или, может, четыре назад это вот мы встретились, мы так немножечко поддерживали связь, но вот Господь делает чудеса. Он, правда, он говорит, «Я чуть-чуть другой пока что, ну, деноминации, что ли, он не назвал. Куда он ходит?» Я сейчас молюсь о том, чтобы он в полноте уже познал истину, то, что он принял Христа, Буддист. Это вообще, слава Богу! И...